С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение пророку Мухаммаду и его семье и сподвижникам. Добро пожаловать на передачу «Рамаданные финики». В этот Рамадан мы постились, молились, и вот каждый ждет ночи предопределения. Аллах сказал, ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Поговорим об этом с шейхом Омаром Альбаной. Добро пожаловать. Когда именно эта ночь? Как сказал Всевышний Пречистый Аллах, в ночь предопределения был ниспослан Коран. То есть очень тесная связь между этой ночью и ниспосланием Корана. Передается, что Всевышний Пречистый Аллах сказал, что Он ниспослал Коран из хранимой скрижали на нижнее небо. И потом на протяжении 23 лет Он ниспосылался Мухаммаду. Через ангела Джибриля, алейхиссалям. И это очень-очень особенное, знаковое событие в истории Вселенной. И для нас, как людей, эта ночь является очень-очень особенной ночью в Рамадане. И Всевышний Аллах сказал, поистине мы ниспослали его в ночь предопределения. Откуда ты, о пророк, мог знать, что такое ночь предопределения? Она лучше тысячи месяцев. Посланник Аллаха сказал в достоверном хадисе. Тот, кто поклонялся Всевышнему Аллаху, читая намаз ночью в ночь предопределения, веря в Аллаха и ожидая награды от Него. Всевышний Аллах простит все его прежние грехи. Вдумайся. Одна ночь поклонения, во-первых, гарантирует тебе прощение грехов, и второе, дает столько награды. Представь, это приблизительно 83 года, тысяча месяцев, столько не живут. Вот и представь, если прочитаете искренне два раката намаза, в ночь предопределения, даже если пять минут, то Аллах запишет тебе эти два раката, словно ты молился 83 года, каждую ночь без исключения. Милостынью следашь. Попросишь что-то у Аллаха. Любое доброе дело, если сделаешь в эту ночь, оно приумножится на столько, о чем только Аллаху ведомо. А вот популярно мнение среди мусульман, что ночь предопределения именно 27 числа. Посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, Аллах открыл точную дату ночи предопределения. В известном хадисе говорится, что когда Пророк хотел сообщить эту новость с подвижником, двое из подвижников о чем-то спорили, разногласили. И Всевышний Аллах забрал эту информацию из разума посланника Аллаха. Видите, как важно единство и как вредна разобщенность. И Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел к сподвижникам и сказал, Всевышний Аллах показал мне, сказал, научил, когда ночь предопределения. Но такие-то спорили между собой. И поэтому Аллах забрал это знание, теперь мне это неизвестно. Но может оно и лучше для вас. Если посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что может это лучше для вас, этим он указал, саллиллаху алейхи вассалям, что теперь надо стараться больше. Насчет даты. Некоторые сказали, что она 27-го числа Рамадана. Другие ученые, например, шефиитского масхаба, сказали 21-го. Большинство ученых сказали, что нечетная ночь. Из последних 10 ночей Рамадана. Нечетные числа последних 10 ночей. 21-е, 23-е, 25-е, 27-е, 29-е. Надо ее ловить. И хвала Аллаху Господу миров. Разные мнения о видении Луны в разное время постятся. Начинают Рамадан в разные дни, в разных мечетях, в разных организациях. И никто не знает. Замысел в том, чтобы следовать сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. В чем же его сунна? Он, саллиллаху алейхи вассалям, в поисках ночи предопределения, постоянно находился в мечети в последние 10 ночей Рамадана. Делал и отекав, уединялся там. Передается. Что в Рамадан он, саллиллаху алейхи вассалям, поклонялся Аллаху больше, чем в другие месяцы. Особенно в последние 10 ночей он делал больше, саллиллаху алейхи вассалям, в поисках ночи кадр. Так что, если верующий выбросит из головы какие-то спекуляции на эту тему, не начинать выяснять, в какую именно ночь, восход фотографировать, фотки рассылать, пытаться точно установить, признаки рассматривать, лай собаки, слышал ли, знаете же. Надо избегать всего этого. И провести 10 ночей в поклонении. Эта ночь точно в последних 10 числах. Одна из этих ночей. Если будете поклоняться Аллаху как следует, стараясь, как в лучшие ночи всего года, гарантированно, ваше поклонение Аллаху выпадет на эту ночь. И это лучший путь, Аллах знает лучше. Рамадан – это соревнование. Каждую ночь Всевышний Аллах освобождает людей от ада. А в последние 10 ночей освобождает столько, сколько за весь месяц. Ты один из них. Всевышний Аллах принял от тебя. Плачь, умоляй его. Каждую ночь. Особенно в драгоценные последние 10 ночей Рамадана. Многие приходят в дом Аллаха, в мечеть, только 27 числа Рамадана. Думая, что в эту ночь точно будет ночь могущества. А в остальные дни месяца не особо часто приходят. Что вы им посоветуете? Скажу две вещи. Первое. Да воздаст Всевышний Пречистый Аллах добром этим братьям и сестрам. Некоторых шайтан одолел. Не ходят в мечети в другие дни. Мало делают. И в ночи предопределений они видят возможность наверстать. Приходят в мечеть на всю ночь. Я бы сказал, пусть Аллах вознаградит вас. Но я считаю, что они недопонимают. Как я говорил, цель всего месяца Рамадан изменить себя так, чтобы эти изменения сохранились и после Рамадана. Это процесс. Это тренировочный лагерь. Если я не буду работать над собой каждый день, в каждую ночь месяца Рамадан, пока не дойду до последних 10 ночей, усиленно работая над собой, пока не придет ночь могущества, потом намаз праздничный, без такого намерения вы, скорее всего, не реализуете предназначение, которое Аллах заложил в месяц Рамадан, а именно стать богобоязненным. Старайтесь выполнить предназначение месяца Рамадан, то есть необратимо поменяться. А за ночь, скорее всего, без других обрядов поклонения в другие ночи, вы не сможете достичь цели, которую Аллах вложил в Рамадан. Больше трудитесь. В последние 10 дней Рамадана постарайтесь сосредоточиться на поклонении Всевышнему Аллаху. Это благословенный период. Пророк уединялся в мечети, делал иртикаф. Матери правоверных делали, и сподвижники тоже делали. А в последний год своей жизни он был в иртикафе не 10 дней, а 20. Находился в мечети в уединении.